Доброе утро! Мы с вами снова в нашей радиостудии, чтобы услышать чудесное слово жизни, вдохновение, благословение на этот день. Поэтому хорошо, что вы присоединились к нам. Через несколько секунд начнется наш радиоэфир, и мы вместе будем на радио. Ну что ж, драгоценные, готовы? Похоже, мне показывают, что готовы. Три, два, один. Итак, доброе утро, возлюбленные! Мы снова с вами в эфире, и это чудесно, что мы открыли и сердца, и настроили наши радиоприемники. С вами у микрофона я, пастор Виктор Музычук, церковь Мелхиседек. Ну что ж, как всегда, делюсь добрыми новостями. И сегодня я буду говорить о том, насколько важно развитие нашей личности и Божья воля о том, чтобы мы сияли. Обычно каждое утро я стараюсь что-нибудь спеть, чтобы поднять всем настроение. Сегодня, конечно же, я не думаю, что я спою эту песню. Слишком, слишком сложная песня, которую я избрал. Но я ее проговорю. Но вместе с этим я включу мелодию, проговорю, и мы получим чудесное вдохновение песни. Сегодня что же мы споем? Мы споем песню «Сияй, Иисус, сияй». Это чудесная песня. Поэтому я верю, что эта песня поднимет сегодня нам настроение. Она зажжет, она поддержит нас, она исцелит наши сердца. И это будет наша радость, наше благословение. Здесь у меня на iPad играет уже музыка. Песня готовая. Так что здесь чудесные слова. Я помню эту песню мы пели в 92-м году на евангелизации в Костроме. Это была чудесная песня. «Господь, любви Твоей свет сияет, горит огнем среди тьмы и мрака. Иисус свет миру сияет над нами. Истинным словом Он освобождает. Сияй надо мной, сияй надо мной». И дальше чудесный припев. «Сияй, Иисус, сияй, славой у Отца наполни землю. Пылай, Дух, пылай, зажигай огнем сердца. Струись, река, струись, наполняй народы благодачью. Пошли, Слово Господь, и да будет свет». Чудесная песня. Я верю, что сегодня, драгоценные вы, вы уже в настроении. И я тоже вместе с вами в настроении. Хочется подниматься. Знаете, музыка поднимает нас, мелодия поднимает нас. И хорошее слово, оно тоже серьезно поднимает наши жизни и наши судьбы. Сегодня я буду говорить о том, насколько Божья воля о том, чтобы мы поднялись. И вы знаете, многие наши проблемы или наши неудачи, они лежат внутри нашего сердца или внутри нашего духа. И вы знаете, я глубоко в этом убежден. Прежде чем я буду говорить со Слова Божьего, хочу сказать, что древние врачи считали, что основной причиной практически всех телесных недугов являются проблемы душевные. То есть в старые времена верили, как учил Иисус Христос. Очисти внутренность свою, и внешность будет чиста. То есть если у нас хватит силы, воли, силы духа заглянуть внутрь своего сердца, то абсолютно есть основания верить, что мы получим и физическое исцеление. Итак, читаю дальше. Читаю дальше. Какие же проблемы могут стать основанием наших всех болезней или такой, ну скажем, как бы правильно сказать, замкнутой личности, нераскрытой личности? Это могут быть затаенные обиды, неприятные воспоминания, несбывшиеся мечты, негативный опыт. И в то время верили, что исцеление возможно только тогда, когда человек осознал ошибки. Обязательно, обязательно простил себя и простил ближних. То есть без прощения не могло быть исцеление. И что еще самое главное? Драгоценные обрел душевный покой. Вы знаете, драгоценные, нелегко быть самим собою. Абсолютно нелегко. Вот сегодня я сижу в студии и кажется, ну будь самим собой, тебя никто не видит. Но я все равно же верю, в прямом эфире нельзя ошибаться. Если даже люди не видят, они чувствуют меня, чувствуют мой настрой, горячее мое сердце или негативное мое состояние. И вы знаете, они все чувствуют. А чувствуют, когда я поднимаюсь, когда я сижу, и как я себя веду. И вы знаете, когда человек вот в разум свой вложил определенный стереотип, ему сложно меняться. И вы знаете, а вот сегодня я даже в студии хочу меняться. Вот к примеру, я хочу встать. Вот просто встать. Почему я должен сидя сегодня говорить, что я встану? И вы знаете, когда я встаю и проповедую, я чувствую себя лучше. А кто меня заставляет вставать? Да никто. Это мое решение. Это мой выбор. Вот чувствую себя и встаю. Или не чувствую, не встаю. И вы знаете, это важно понять, что победа наша, она начинается внутри, из внутреннего решения, из воли, из того, что мы принимаем решение внутри. И какое решение внутри, так мы себя ведем. Снаружи. К примеру, если я передумал, я могу сесть. И чего? И нормально. Я просто сажусь и продолжаю нашу радиопередачу. Итак, драгоценные, о чем я сейчас говорю? Я говорю о развитии личности. О том, что Божья воля, о том, чтобы мы сияли. О том, чтобы мы процветали. О том, чтобы мы развивались. О том, чтобы мы влияли на этот мир. Я так вдохновился, что хочется продолжить эту песню. Продолжить эту песню, потому что эта песня поднимает мне настроение. Итак. В твое присутствие прихожу я, мир теней светом заменю я, а мытой кровью твоей засияю. Ты исцеляй меня, тьму удаляя. Сияй надо мной, сияй надо мной. Сияй, Иисус, сияй. Славою Отца наполни землю. Пылай, Дух, пылай. Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись. Наполняй народы благодатью. Пошли, Слово Господь. И да будет свет. Такая чудесная песня. Она хоть и старая песня, драгоценная, но действительно, эта песня несет в себе жизнь. А сейчас я возвращусь к тому, чтобы поделиться словом, которое горит в моем сердце, как все-таки победить самого себя. Лучший пример этому для меня всегда была и остается Е-сферь. Почему? Потому что в ее жизни были проблемы. В ее жизни были сложности. Ей было нелегко и было непросто. Дело в том, что когда она зашла в тупик, или, скажем, обстоятельства поставили ее в тупик, и закон давил с одной стороны, а ее дядя Мардахей с другой стороны, нужно было освобождение народа. И вдруг Е-сферь как личность почувствовала себя замкнутой. Царь не зовет ее к себе. Здесь вышел закон об истреблении Израиля и всех иудеев. И Мардахей давит. И кажется, конец. Что делать в таких обстоятельствах жизни, когда чувствуешь, что тебе конец? Тебе конец. Я не знаю, или вы попадали в такие обстоятельства. Если не попадали, да сохранит вас Господь, чтобы вы не попадали. Ну а если вы попали сегодня в такие обстоятельства, что чувствуете конец, тупик, и не знаете, что делать дальше, куда идти? Есть выход. Есть выход. Слово Божие всегда дает нам выход. Возлюбленные, всегда дает нам выход. Вы скажете, ну какой выход? Е-сферь сказала такие слова. «Поститесь и молитесь обо мне Господу». Это очень важно, что без Бога, понять очень важно, без Бога выхода нет. А с Богом выход есть всегда. «Поститесь и молитесь». Но это только первый шаг, чтобы обрести Божье благоволение, Божье расположение к нам, чтобы могли измениться обстоятельства. Драгоценные, когда мы молимся и постимся, и взываем к Богу целенаправленно, мы этим просто обращаем Божий взор к себе, чтобы Бог обратил на нас свое внимание. Итак, возлюбленные молились, постились три дня, три ночи. А потом Писание говорит, что Е-сферь сделала второе внутреннее решение. Какое же это было решение? Она сказала, я пойду к царю, я буду действовать. И потом она победила саму себя. Она сказала такие слова. «И если погибнуть, погибну». Вы скажете, ну это не вдохновляюще, драгоценное. Что здесь произошло? Она представила самые худшие обстоятельства в своей жизни и приняла их. И потом что произошло? Она поняла, терять нечего. Что произошло тогда в сердце Е-сфери? Пришла смелость, пришло дерзновение, ушел всякий страх, ушло всякое бессилие. И она, и она начала действовать. Она пошла к царю и получила огромную победу. Смотрите, третий шаг. Она действовала, она действовала. Итак, первое. Молитва и пост. Номер два. Представить самые худшие обстоятельства и принять их в свою жизнь. Номер три. Начинать действовать. И вы увидите. Тупик перестанет быть тупиком. Неудача перестанет быть неудачей. Болезнь перестанет быть болезнью. Почему? Если мы молимся и постимся, мы представляем самое худшее и в случае необходимости это принимаем. И что? И мы начинаем действовать против этих обстоятельств. Против этих обстоятельств. Вы со мной? Я верю, я чувствую, вы сейчас со мной. Начинаем действовать против этих обстоятельств. Что происходит? Приходит победа. Мы знаем, что произошла величайшая в истории победа. Поэтому сегодня ничего не изменилось. Может, другие оманы, другие законы, а тяжести те же самые, проблемы те же самые, и принципы победы те же самые. И так и хочется сказать. Поднимитесь сегодня. Не бойтесь сегодня. Молитесь Господу. Поститесь Господу. И примите наихудшие обстоятельства, если это необходимо. Но, но не соглашайтесь с ними. А что? Начинайте действовать против этих обстоятельств во имя Господа Иисуса Христа. И что произойдет? Вы увидите величайшую победу. Просто поднимитесь. Вы знаете, когда мы поднимаемся, когда мы не стоим, когда мы действуем, что происходит? Победа. Вы со мной, да? Когда мы поднимаемся, аллилуйя, приходит победа в нашу жизнь. А сейчас возлюбленное время наших объявлений. Я так сильно распроповедовался, а время так сильно летит. Что ж, драгоценные, в эту пятницу, это буквально, ну что у нас, через один день, кажется, насколько я помню, или через два дня, у нас энкаунтер для подростков. Энкаунтер для подростков 25-е, 26-е, что января. В церкви Мелкистек, город Сакраменто, с 9 утра, энкаунтер с 12 лет и выше. Это наши дети. Я повторял, возлюбленные, и повторяю, это не чужие дети. Это не просто дети этого мира. Не имеет значения, мои или ваши, это наши дети. И наши дети должны знать Господа. Второе важное объявление, только один раз в году. Энкаунтер для детей. Для детей с 7 до 12 лет, 8-е, 9-е февраля. 8-е, 9-е февраля. Это просто супер. Это чудо, когда дети влюбляются в Господа. А теперь, что ж, возлюбленные, самая крутая, крутая такая информация, лучшая информация. Женская конференция. Восстань и светись. Восстань и сияй. Пророк Исаия говорит, восстань и сияй. Божья воля, чтобы каждая женщина, ну, сейчас о женщинах, каждая женщина, она сияла в своей жизни, в своем доме, в своей семье и в своем служении. На этой конференции будут три чудесных спикера и просто, ну, просто, ну, крутейшая программа со всех сторон. Спикеры будут пастор Ольга Ледяева, пастор Ольга Музычук и молодежный пастор Марсела Пейдж из Колумбии. А 14-16 марта для энкаунтера для всех нас взрослых, мужчин и женщин. И это просто чудесно, драгоценный. Ну, сегодня мое какое пожелание? Сияйте, поднимайтесь, не бойтесь и идите вперед. И помните, мы всегда готовы поддержать вас, быть с вами, молиться за вас, благословлять вас и, конечно же, всегда рады с вами увидится каждое воскресенье в церкви «Мелкий свет» в 11 утра. И что ж, сияйте сегодня, живите полной жизнью и Бог да будет. С вами до встречи, возлюбленные! Супер!